На встречу иммунитету. Вакцинация населения в активной фазе. Грипп меня не берет. Кто уже получил укол здоровья? Без головы на плечах. В Бобруйске задержан оптовый наркокурьер. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Стоит ли приработок загубленной судьбы? Овощной запас. На Максима Горького в выходные стартует сельхозярмарка. Расаду посмотрим какую-нибудь для себя. Почему не стоит проходить мимо? А также время еще есть и ветер с моря дул. В среду синоптики обещают штормовую погоду. Доставать ли теплые куртки? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Рабочая встреча. Выполнение показателей социально-экономического развития Бобруйска и исполнение бюджета города за 9 месяцев рассмотрели на заседании горисполкома. Городом за январь-сентябрь выполнены 4 из 5 ключевых показателей. Рост номинальной заработной платы, инвестиции в основной капитал, совокупные поступления доходов, консолидированный бюджет. Выполнены также задания по 6 из 7 параметров социально-экономического развития, установленных обл.исполкомом. Организации сработали с чистой прибылью в размере 87 миллионов рублей. Обеспечено выполнение параметров по энергосбережению. Невыполненные доведенные показатели по вводу общей площади жилых домов выполнили 46 тысяч квадратных метров при задании 59,6. И экспорта услуг 80,5% при задании на январь-сентябрь это 0,5%. На заседание также выслушали руководителей предприятий, которые не в полной мере справились с поставленными задачами. Пути их решения были намечены в ходе заседания. Игорь Кисель, подводя итог, обратил внимание присутствующих. До конца года осталось совсем немного времени. Сегодня в работе реального сектора экономики наблюдается положительная динамика, которую необходимо сохранить. И задача каждого руководителя – обеспечить выполнение. Выбор не в свою пользу. В городе задержан оптовый поставщик «Минутной радости». Незаконную подработку 24-летний местный житель нашел в интернете. По заданию куратора товар он должен был перевести в другую область. Правоохранителями обнаружено и изъято свыше 100 грамм особо опасного психотропа. К слову, вопручанин успел поработать на наркомаркет около месяца. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Ответственность за незаконную продажу наркотиков наступает с 14 лет. Легкий и быстрый заработок может обернуться серьезным наказанием. Действия, связанные со сбытом, квалифицируются по частям 2.5 ст. 328 УК РБ и наказываются лишением свободы от 5 до 25 лет. Забота о главном. В Бобруйске продолжается активная иммунизация против гриппа. Сделать укол здоровья можно, не покидая рабочее место благодаря передвижному прививочному пункту. Сотрудники поликлиник проводят обязательный осмотр, после вакцинируют. На все про все – пару минут. В рамках акции «Начнем себя» удобство уже оценили в администрации Ленинского района. В семье у нас было так принято. Моя мама, она уже человек достаточно взрослый, и она ежегодно прививается от гриппа. И каждая осень у нас начинается с вопроса, ты успела привиться, ты привилась. Поэтому я тоже стараюсь прививаться каждый сезон такой. И должна сказать без суеверий, что грипп меня не берет, потому что с вакциной я в хороших отношениях. Чтобы коварные инфекции не нанесли здоровью серьезный удар, позаботиться об организме стоит заранее. Особенно важно сделать прививку беременным, лицам старше 65, страдающим хроническими заболеваниями и тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Сельскохозяйственный шоппинг. 26-27 октября на Максима Горького развернется осенняя ярмарка. Старт больших продаж в 10 утра. Лук, чеснок, перец, помидоры, саженцы. Ассортимент на любой вкус и кошелек. Цены и качества выше всяких похвал. Отличный повод начать правильное питание, запастись целебным медом на зиму, посадить на своем участке плодовое дерево или декоративную тую. Пасека у нас большая. Как бы, держит более 100 семей. Муж занимается с 86-го года. Меда очень хорошая. Гречишная, в этом году гречка хорошая. И вереск выделил в этом году. Майские сорта очень хорошие. Сегодня очень много купили. Мы сегодня купили яблок 5 килограмм. Вот арбузы кусочек, потому что еще дома не доели. Помидоры взяли, семечки, клюква на зиму. Часто ходите? Каждый год. Ну, конкретно овощи. Может быть, рассаду посмотрим какую-нибудь для себя. Ярмарка – это хороший способ сэкономить. Формула простая. Покупаем, садим, собираем. Овощи, фрукты, ягоды – все, что душе угодно. У природы нет плохой погоды. Солнце понемногу сдает позиции, уступая место серому небу. Однако приятная температура сдаваться пока не желает. Что метеорологи прогнозируют на середину недели, узнавала Юлия Вернер. Завтра в Беларусь нагрянет сильный ветер. Порывы до 15-20 метров в секунду. В такую погоду запрещено укрываться под рекламными щитами, деревьями и остановками. Рекомендуется оставаться дома, а также взять под особый контроль детей. Не парковать авто под деревьями и столбами. Буйный ветер ожидается во всех районах республики, преимущественно без осадков. Столбик-термометра днем покажет стабильное плюс 13-14. В северо-восточном регионе страны обещают кратковременные дожди и прохладу – 10-11 по Цельсию. Наводнение в Бангладеш рискует лишить страну продовольствия. Стихия уничтожила порядка миллиона тонн риса. В год добывают около 40 миллионов. Этого хватает, чтобы прокормить население и отправить на экспорт. Однако проливные дожди нарушили производство. Недавний ураган в Марокко не только унес жизни нескольких человек, но и затопил озеро в пустыне, тем самым привлекая перелетных птиц и стимулируя рост новых растений. По прогнозам метеорологов, повышение влажности за счет испарения с морей и океанов может привести к более частым штормам, что изменит климат пустынного региона. 23 октября днем воздух в городе на Березине прогреется до плюс 13. Ночью термометр покажет 5. Серость дня разбавит ленивое солнце. Ветер в Бобруйске ожидается сильный, порывистый, до 11 метров в секунду. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»